В Приморье реализуется 319 проектов в рамках краевого конкурса грантов для органов территориального общественного самоуправления и инициативных групп граждан. Одним из победителей стал ТОС «Во благо района», который создали местные жители специально для реализации своего проекта. Губернатором края проводится конкурс среди ТОСов. Есть возможность выиграть сумму до полутора миллионов рублей. Примерно в эту сумму благоустройство нам и обошлось. И подали документы в администрацию города Владивостока. Мы признательны и губернатору края, администрации города и депутатскому корпусу за предоставленную возможность сопровождения, помощи, поддержку. Еще один двор получил поддержку правительства Приморья. Возле домов номер 75 и 77 на улице Нейбута было уложено почти 700 квадратных метров нового асфальта. Чтобы улучшить свой двор, жители двух домов объединились в ТОС «Молодежный». По словам начальника управления общественных инициатив, самое главное – желание жильцов. Но еще нужно установить границы территории. Чтобы создать ТОС, необходима инициативная группа, которая инициирует проведение собраний или конференций, то есть извещает граждан дома, либо нескольких домов, там есть определенная процедура. И после того, когда уже ТОС будет учрежден, у него будет граница, они подают устав на регистрацию. И после этого он является официально созданным. Более подробную информацию о создании ТОСов можно узнать в Центре гражданских инициатив, созданном губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Напомним, финансирование работ по благоустройству осуществляется из краевого бюджета при поддержке мэрии. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.